Музыка Привет, друзья! Сейчас наступает холодная, уже пора. Это середина ноября, и все-таки мы готовимся к зиме, а зимой мы начинаем больше думать о нашем питании, думать о нашем здоровье. И так как овощей, пусть они в магазинах, конечно, круглый год, но мы понимаем, что это все привозное, что это все мороженое-перемороженое, и что это не совсем уже выращено на местных фермах. Я не говорю о том, что там органическое-неорганическое, это тема другого какого-нибудь видео и не на моем канале, это точно. Но сегодня я бы хотела немножечко поговорить о продуктах, и говорить мы сегодня будем о тех продуктах, которых я стараюсь избегать, в принципе, круглый год. Я так думаю, что это будет серия видео. Это не значит, что это продукты плохие, или так нужно или не нужно делать. Я просто вам рассказываю именно про свой подход к продуктам. И сегодня мы поговорим о самых основных категориях, то, что, в принципе, никогда нету в моей покупной корзине по тем или иным причинам. Итак, первое, с чего я хочу начать, это молочка. Молочные продукты. В принципе, я выросла на Украине. И такие продукты, как сметана, творог, молоко, сливки, это были продукты, которые, я не могу сказать, что я на них выросла, но в доме были практически всегда, всегда. То есть, второй вопрос, насколько меня там их кормили, не кормили, но это достаточно было такое. Постоянные продукты в нашем доме, и мы их ели. Я очень люблю сыр, вот, и бутерброды с сыром, по-моему, это вообще самое вкусное, что может быть на свете. Но так получилось со временем. Я выросла и встретила своего мужа, который, несмотря на то, что он из деревни, он не вырос на молочной продукции. Такие вещи, как кефир, он даже слышать не хочет. И, кстати, кефир – это тот продукт, который никогда не заходит в мой холодильник. Так, я не выросла на кефире, я его могу выпить, если он есть, но у меня его дома никогда нету. В Канаде, да, продается кефир, он есть просто чистый, он есть со вкусами разными, там, естественно, уже и сахар есть. Вот, но йогурт, я говорю, кефир мы не пьем, поэтому кефира никогда нету в моем холодильнике. Сыра у меня почти никогда нету, за исключением каких-нибудь вечеринок или каких-нибудь, там, я не знаю, салатиков, которые можно подрезать, пиццы и так далее. Супруг у меня не ест, я ем, если есть, дети небольшие фанаты, поэтому, в принципе, сыра практически никогда у нас нету. Творог я пытаюсь вводить в наш рацион, потому что, ну, все-таки, творог – это хорошее дело. Вот, и хотя бы раз в месяц я его стараюсь прикупать все-таки. И у меня это получается даже скормить немножечко моему супругу. Что касается вот cottage cheese, то, что на иврите называлось у нас cottage, который, в принципе, в каждом доме на столе на завтрак, это как здрасте обязательно должно быть. У меня его никогда не было, и здесь, кстати, очень многие покупают cottage cheese, он называется здесь, и мы его не берем, потому что его никто не ест. Значит, напор из молочки, который у меня дома постоянно – это йогурты, это молоко и это яйца. То, что у меня иногда бывает – это творог примерно раз в месяц. И на какие-то, если есть там вечеринка или что-то такое, для чего-то нужно, то это сыр. Сыр. Чего у меня нету никогда из молочного дома – это кефир. Следующий продукт, о котором пойдет речь сегодня – это бульоны готовые, жидкие и сухие порошки бульонные. Это кака, которая когда-то мы как бы на нем в 90-е годы так все перешли на этот кнор, на эти кубики. Потом было это все, значит, эти порошки в баночках, баночка одна крашит другой. И когда мы приехали в Израиль, тоже бесконечно эти все супы, добавки и грибные, и рыбные, и овощные, и луковые, и что хочешь есть. Конечно, безусловно, все это вкусно, все это там глютамат натрия и все остальное. Все это обалденно. То есть водичку просто засыпал этого волшебного порошка, и у тебя вкуснотища, кушают все. Но со временем, конечно, когда мы больше сегодня понимаем про все эти химические составляющие продуктов, понятно, что у кого есть возможность перейти полностью на все это чистое и там, не знаю, органическое, еще что-то, пускай переходит. Но у нас, у простых смертных, хотя бы исключать то, что мы можем исключить. И на сегодняшний день могу вам сказать, мы уже очень много лет, вот уже в Канаде мы пятый год, и в Израиле сколько лет мы прожили, 15 лет я не пользовалась никогда вот этими приправами. Бульон мы можем сварить сами, как овощной, так и мясной, и грибной, и луковый, какой хотите. Все можете сделать сами, и это будет, по крайней мере, по вкусу, может, и не настолько вкусно, хотя я верю в то, что все можно сделать вкусно, но, по крайней мере, это будет хотя бы не вредно, давайте скажем так. Поэтому никогда не заходят ко мне в дом бульоны, ни в готовом виде, ни в жидком виде, ни в сухом виде. Следующая категория, о которой хочу поговорить сегодня, это сладкие напитки и энергетические, сладкая вода. Мало того, что это сплошной сахар, это действительно, я верю в то, что это очень вредно, и я не вижу в этом никакого плюса. И, кстати, это относится и к сокам, к сокам, к сокам. Мы тоже не покупаем соки. Исключением являются дни рождения какие-нибудь, или когда приходят друзья, и то даже, когда приходят друзья, мы на сегодняшний день уже почти всегда пьем просто воду или лимонад. Просто это сахар. Да, выбор большой, да, ты заходишь в этот отдел, глаза разбегаются, и цена достаточно недорогая, но просто ничего в этом нет. И дети, слава богу, у меня к этому не привучены, и слава богу, они хлыщут у меня воду, и они ее любят. И мне не надо их уговаривать ее пить. Слава, слава богу. Значит, и на сегодняшний день я еще зацеплю две темы. Тема номер, какая она там, может, четвертый продукт или какой пятый. Значит, следующий продукт, о котором я хотела сказать, это шоколадные намазки. И я их не покупаю ни в каком виде. То есть, ни там, нутелла, ни шмутелла, никакая. То есть, да, если у вас арахисовое, чистое масло, то есть, в котором есть только лишь арахис, чистый, и все, и максимум соль. То есть, кто с солью, кто не с солью. Это единственное, что, да, я могу позволить купить. Мы любим из семечек, из разных видов орехов масло. Это очень вкусно. Но не нутеллу шоколадную, которая прилипает к зубам, которая тоже, в общем, сладчайшая. И у меня проблема какая? Если у меня нутелла есть дома, потому что такой опыт был, и мы покупали. При Габи мы не покупали, но уже не покупали, но при ЕДО был такой опыт. Мы пошли в Костка, мы купили упаковку. Они там продаются две вместе, каждая упаковка по полкилограмма. И, в общем, пока этот килограмм не был съеден, мой ребенок не успокоился. То есть, во-первых, если это есть дома, и дети знают, они постоянно это просят. И для того, чтобы этого избежать, потом лично у моего ребенка крышак реально срывает после сладкого. То есть, он просто становится неуправляемым. Поэтому мы просто перестали это покупать. Следующая категория, о которой я хотела поговорить, и на сегодняшний день это последняя категория, это соусы. Все возможные соусы, которые есть для салатов и маринады, я никогда в жизни не покупаю. Единственное, у меня был опыт, потому что, ну, хотелось попробовать. Вот мы брали соус барбекю для барбекю. Естественно, получается вкусно, но, понятно, как бы по составу там просто полный кошмар. Кстати, если кто-то знает, как сделать из подручных средств соус барбекю, пожалуйста, оставляйте комментарий. И я один раз брала маринад для мяса тарьяки. Просто мне нужно было тоже что-то на скорую руку. Я взяла, конечно, вкусно, но это все такой состав, что не хочется даже его читать. Поэтому соусы для салатов, различные маринады, это что-то, что никогда не попадает в мою корзину и, естественно, никогда не находится в моем холодильнике или шкафах. Ребята, я надеюсь, что это было полезно для кого-то. Я надеюсь, что кому-то это было интересно. Если у вас есть вопросы по продуктам, которые вас интересуют, едим мы их, не едим, покупаем, не покупаем, и какие продукты есть, пожалуйста, задавайте под этим видео в этой категории. Теперь будут видео такого плана. Категория называется «Поговорим о продуктах», «Поговорим о еде». Поэтому добро пожаловать всем, добро пожаловать всех на наши посиделки по поводу еды. Все, я надеюсь, было интересно. Пока-пока! Продолжение следует...